Всем привет! Как вы, наверное, уже заметили, я очень люблю группу Джет Ротал. И поскольку я люблю Джет Ротал, я иногда читаю интервью Яна Андерсона. В одном из интервью он говорил, что рок-музыку не слушает вообще, потому что ему не интересно слушать то, что он сам может сыграть. Я не уверен, что Яна Андерсона может сыграть всю рок-музыку мира, но частично да, безусловно. Он все может. Он реальный гений. В другом интервью он неожиданно для меня сказал, что две любимые группы у него есть во всей рок-музыке. Это Led Zeppelin и The Rolling Stones. Вот, кстати говоря, и The Rolling Stones. Первый альбом, который вышел в 1964 году. Практически одновременно в Англии и в Америке, но издание американское и английское отличаются одной песней. В американском издании нет песни Mono, зато есть Not Fade Away. И порядок песен там тоже изменен. Американцы начали пластинку с Not Fade Away, а в Англии альбом начинается с Road 66. Ну, это частности. И это самое безобидное, что могло произойти с пластинками The Rolling Stones в Англии и в Америке. Потому что следующие четыре альбома или даже пять следующих альбомов настолько были перепутаны английские и американские издания, настолько там разнятся разница и порядок песен, и сами песни разные во втором, третьем, четвертом, пятом альбомах, что, в общем, если человек считает себя коллекционером, он должен собирать и английские издания, и американские издания. Хотя песни там одни и те же, просто они в третьем альбоме из второго альбома, во втором из четвертого и так далее. Все такая полная каша. Но песни все равно хорошие, поэтому какая разница. 64 год. Это год The Rolling Stones. Почему это год The Rolling Stones? Потому что вот эта пластинка, которая в Америке называется England's Newest Hitmakers, в Англии просто The Rolling Stones, она заняла первое место и сбросила с первого места пластинку With The Beatles. Грандиозный альбом, который я обожаю. Это один из любимых моих альбомов The Beatles. И Цоя, кстати, один из любимых альбомов. На мой взгляд, это просто шедевр With The Beatles. Ну и не только на мой, а на взгляд и на слух миллионов слушателей, которые покупали в бешеных количествах пластинки With The Beatles. Недаром она заняла первое место в той же Америке. Но вот этот альбом пододвинул. Битлз встал на номер один, а Битлз ушли на второе. Так бывает. Это была полная неожиданность для всех, как и музыка The Rolling Stones. Полной неожиданностью. Потому что такой ярости, такой тяжести, такого откровенного зверства и такого качества при этом не играл, наверное, никто тогда. Такой был отвязанный, настоящий и в то же время корневой ритм и блюз, что даже черные музыканты, авторы песен, которые пели The Rolling Stones и поют до сих пор, слава Богу, оценили эту штуку и сказали, что это единственная группа, которая может играть настоящий блюз. Все остальные белые – это подделка, а Rolling Stones – настоящие. После записи этого альбома продолжались безумные концерты группы The Rolling Stones. Перед тем, как они писали в 2014 году эту пластинку, они тоже не вылезали из концертов беспрерывных. Но после того, как вышел альбом, началась уже истерика, «Стоунзамания» настоящая, хотя этот термин как-то не вписался в обиход разнообразных музыкальных критиков. Про бетломанию пишут, про тирексаманию пишут, а «Стоунзамания» почему-то этот термин отсутствует, хотя это неправильно, ибо действительно это была группа номер один. Концерты перерастали в такое безумие, что музыкантам это переставало нравиться, несмотря на то, что они поддерживали имидж такой бунтарской группы. Но они говорили что-то такое, что мы начинали играть для студентов колледжей, для продвинутой публики, для тех, кто любит блюз, для тех, кто понимает его. Более-менее взрослые, адекватные люди приходили. Ну, взрослые условно, да, там 18-20-25 лет, и всем это нравилось, всех это устраивало. А теперь, после вот этой пластинки, на наши концерты ходят 13-летние, дебоширят, орут, ничего не понимают, пьют пиво, устраивают драки между собой, и, в общем, концерты превращаются в полный бардак. Это тот самый период, когда Кит Ричардс совершил знаменитый удар сапогом по зубам одного из фанатов, который полез на сцену. Сначала фанат, правда, плюнул на ботинок Кита Ричардса, стоящего на сцене, и стал ржать. После чего Ричардс просто врезал ему сапогом по зубам, и фанат уплыл в небытие. Ричардс при этом продолжал играть, группа не останавливалась, все было хорошо. Ну, вот первый альбом The Rolling Stones. Из чего он составит? Из Not Fade Away номер один, как я уже и говорил. Начинается с 12-струнной гитары Кита Ричардса, гармошки Брайана Джонса, и пошло Мочилово. Такой буги ритм а-ля Бо Дидли, очень затягивающий и заставляющий просто вот так вот сразу двигаться в такт. И потом сразу Route 66. На мой взгляд, в Англии сделали правильно, что поставили Route 66 номер один, потому что это мощнейшее начало альбома, мощнейший рок-н-ролл. Такой гитарный джем, яростый, совершенно в хорошем темпе, прямой, наглый, откровенный, с хорошим звуком гитарным. Переплетение гитар очень-очень здорово. Ну и Джаггер поет, конечно, будь здоров здесь как. I just want to make love to you, песня Вилли Диксона. Продолжение погружения в блюз настоящего, очень здорово. How is I do? Немножко лирики. Now I've got a witness. Хан Астайду, кстати, такая лирика условная, потому что там партия лидер гитары кажется немножко расстроенная гитара. И я все время пытался понять, она расстроена или она не расстроена. Вроде бы расстроена, но так хорошо все звучит и увязывается с голосом, который низит немножко. И то ли гитара не строит, то ли это с голосом какой-то дисбаланс. Но очень клево просто слушается все это вместе. Я никогда не поверю, что продюсеры, в том числе и Фил Спектр, который там присутствовал в студии, пропустили бы Нестроевич в гитаре. Но, тем не менее, ну очень кайфово. Очень кайфово просто. Действительно очень хорошо. Now I've got a witness. Такая инструментальная штучка. И Little by Little песню, которую написали, опять-таки, Джаггер, Ричардс, Фил Спектр и Джин Питни, который играл на клавишах. И, в частности, на органе в песне. Now I've got a witness. Тяжелая, неожиданная, такой тяжелый-тяжелый ритм-н-блюз, качающий. И по тем временам, я могу сказать, что многое я слышал о музыке 1964 года, но такого откровенного рокового звучания, тяжелого, пожалуй, что и не было. Битлз, в всяком случае, такую музыку не играли. Дальше пошли на вторую сторону. I'm a king bee. Песня сама по себе легкая, мажорная, веселая. Но Stones превратили ее в какую-то едва не мистическую такую штуку, оставив при этом ритм, оставив при этом тяжесть, оставив жесткость гитарную. Но она стала походить на какое-то таинственное заклинание. Carol Chaka Berry, немножко замедленная и в четыре с половиной раза утяжеленная, опять-таки, с мощной перегруженной гитарой. Что они там накрутили в 1964 году, я не знаю. Ничего сложного, ничего особенного не накрутили, но гитары звучат прямо вот... у Chaka Berry такого не было. Chaka Berry, кстати, с большим пиететом относился к The Rolling Stones, был очень вежлив с ними. Когда они приехали в студию Chess в Чикаго, уже после выхода этой пластинки, когда они писали материал для второго альбома, они там встретили и Chaka Berry, и Maddie Waters, который помог заносить оборудование в студию, от чего музыканты пришли в шок. Просто великий Maddie Waters, величайший бог блюза, таскает коробки с инструментами, с оборудованием, помогает расставить усилители в студии. В общем, немножко обалдели. А Chaka Berry был очень вежлив, импозантен, интеллигентен, услужлив. Но потом, узнав побольше о личности Chaka Berry, они поняли, что вежлив и услужлив он был, исключительно из-за того, что версии The Rolling Stones приносили ему хорошие деньги. Почему? Да потому что пластинки черных музыкантов в Америке продавались не очень хорошо. Белая аудитория их не покупала. Об исполнении The Rolling Stones песни Chaka Berry мились просто со свистом. А Berry, разумеется, получал авторские свои роялти. Поэтому он очень был обходителен с Rolling Stones. Пишите, пишите, ребята, пишите, пишите больше. Вот и все будет хорошо. И дальше идет такая вещь, которая опровергает массу информации о группе The Rolling Stones. Потому что все критики, не все, конечно, уже, но довольно значительная их часть. Здесь говорят, что Джаггер и Ричардс не писали своих песен там на первых трех-четырех альбомах. Альбом их исполняли чужие. Ничего подобного. Первый альбом, 64-й год, песня Tell Me, написана Джаггером и Ричардсом, безо всякого давления Эндрю Лук Олдхэма, их продюсера. Потом он стал действительно их просить уже о том, чтобы они писали свой материал. Хватит уже исполнять классику блюза и соула. И они начали писать свои песни. Никакого не было такого особенного давления. Они просто написали Tell Me. На мой взгляд, вот эти вот стонзовские баллады ранние, они такие, знаете, такая гопническая романтика. Когда хулиганы с беломором сидят на лавочке, попивая портвейн, и поют песни такие, там, про любовь, какие-нибудь, такая вот не тюремная романтика, а именно такая какая-то хулиганская, уличная из-под воротин. Но мелодически красивая при этом песня, как и все остальные баллады, написанные группой The Rolling Stones в тот период. Очень интересно. Can I get a witness? You can make it if you try. Настоящий соул. Настоящий просто соул. Причем такой соул черный, спетый белым певцом. Удивительное дело. Джаггер, наверное, единственный такой белый певец, который поет как черный. Причем до сих пор. Хотя уже давным-давно говорит, что не любит все эти рок-н-роллы, всех этих Чаков Берри. Все это ему надоело. У него совершенно другие взгляды. Другая музыка его интересует. Но, тем не менее, продолжает петь эти песни. Поет их очень даже здорово. И Walking the Dog. Последний номер Руфуса Томаса. Абсолютное хулиганство. Абсолютное хулиганство. И спета хулигански, и сыграно хулигански. И всякие крики, присвисты, попукивания в микрофон. Все в полный рост. Просто полная свобода творчества, короче говоря. В общем, очень хорошо. Играют все замечательно. Билл Вайман на бас-гитаре. The best. Хотя многие считают Билла Ваймана слабым бас-гитаристом. Мне всегда это слушать достаточно смешно. Ну, я уже не говорю о том, что многие считают Полу Маккартни слабым бас-гитаристом. Тут уж, ну, я тут, что я... Да. Спорить о том, кто лучший бас-гитарист. Равно как и лучший певец, лучший гитарист, лучший клавишник. Это споры в пользу бедных такие. В общем, от них лучше уходить. От этих споров ничего не говорить. Кивать головой. Да, да, да. Конечно. Конечно. Это... Есть один человек в Москве, который специалист в этом деле большой. Вот. Он все объяснит. Кто лучший, кто худший. Кто умеет, кто не умеет. В общем, The Rolling Stones. Первый альбом. England's Newest Hitmakers. Один из самых, наверное, интересных дебютов рок-групп за всю историю рок-музыки. Можно сравнить с первым альбомом Хендрикса, с первым альбомом Doors. Но для меня вот этот альбом, как дебют, ярче и интересней. Я вообще люблю очень The Rolling Stones и могу слушать их бесконечно. Так что сейчас я пошел пить и слушать The Rolling Stones. Пока. До новых встреч.